не выбирая человека мы просто идем в садик или школу по прописке пишите детский садик иначе мест не будет неудобно не вовремя добрый день дорогие друзья мы рады приветствовать вас на очередном видео из цикла живая школа и мы выпустили наше первое видео тут же получили на него позитивный отклик и обратную связь от родителей мы получили некоторые вопросы которые которым собственно мы сегодня и посвятим наше видео мы хотим ответить на основополагающие вопросы от родителей касательно того а что делать какой выбор нужно сегодня сделать с точки зрения воспитания и образования наших детей и в принципе где родители вот в этой всей концепции живой школы мое имя виктор тереховский я сооснователь компании unknown маркетинг со мной в эфире сегодня ольга гаранжа сооснователь и руководители семейного клуба мечта оль огромное тебе спасибо за первое видео действительно было классно мы увидели что родители откликнулись и это находит своего зрителя поэтому сегодня давай поговорим о том что означает осознанность в выборе родителей системы образования для своих детей добрый день виктор добрый день наши уважаемые зрители я хочу поблагодарить всех родителей за обратную связь и внимание к вопросу образования и воспитания наших детей и на самом деле это видео сегодня мы посвящаем именно вам и пониманию того вопроса как ваши решения влияют на судьбу ребенка будь то решение осознанные либо приняты неосознанно важно осознать что внутри каждого человека вселенная талантов возможности внутреннего потенциала и чтобы это все раскрыть нужно необходимо создать среду в которой можно будет это все рассмотреть и создать условия для развития способствовать развитию талантов и воспитание его личности необходимо начинать с самого его рождения давайте будем объективными когда в семье появляется долгожданный малыш и проходит эйфория от встречи с ним самым долгожданным малышом которого мама 9 месяцев носила под своим сердцем а папа нежно гладил животик то в большинстве случаев родители занимаются своими повседневными делами их волнует первый вопрос как бы выспаться нужно уже уже не своими уже детскими повседневными делами новой жизни как правильно накормить ребенка как организовать режим его дня безусловно это все очень важные вопросы но сначала газики потом зубки и к трем года мы действительно устаем от этого и отправляем ребенка в детский садик после детского садика в школу после школы институт отправляя ребенка в детский садик это действительно для мамы выход и облегчение почему потому что он появляется свое личное время и можно теперь заниматься какими-то делами которыми уже давно хотелось заняться маме и папе можно теперь спокойно работать и вот этот выбор на самом деле не осознанный почему потому что он к нам пришел из предыдущих поколений да так делали наши родители они отправляли на нас детский садик чтобы они могли идти на работу на заводы точно так же поступали с ними их родители но таким нашим неосознанным выбором мы перекладываем обязанность в развитии и воспитании наших детей на воспитатели детском садике потом на учителей но при этом особенно особо особо даже не не выбирая человека мы просто идем в садик или школу по прописке сейчас нам говорят запишитесь детский садик иначе мест не будет записался детский садик это гарантирует нам о том что сохраняется место за нашим ребенком но кому именно кто именно будет педагогом воспитателем для нашего малыша а ведь это самый важный вопрос и мама малышей стараются действительно выбрать какому человеку они доверят самое дорогое что у них есть это наши дети ты знаешь виктор я на самом деле очень счастливый человек потому что меня окружают именно те родители родители моих учеников которые осознанно подходят к воспитанию образованию своих детей они постоянно держат связь советуются по поводу того какую лучше образовательную модель выбрать для своих детей какого выбрать педагога куда лучше пойти и радует то что доверяют и прислушиваются но таких родителей на самом деле единицы до которые задумываются о том что личность учителя и его жизненные ценностные ориентиры повлияют на дальнейшую судьбу их ребенка давайте с вами приведем такой простой пример дар одетели нам очень часто говорили что ты будешь хорошо учиться поступишь в институт до будут у тебя высокие оценки в дипломе после института тебя ждет хорошая работа и такая цепочка детский сад школа институт подготовка к экзаменам но не к жизни и что в итоге когда молодой специалист выходит со стен института он думает что вот меня сейчас все ждут я же столько учился я столько вкладывал в свое образование и здесь начинается первое разочарование почему потому что современному работодателю ему важно чтобы работали те специалисты которые имеют уже опыт работы которые своей деятельностью нужны и востребованы людям и обществу и самый простой пример это в том что сейчас многие компании уже открывают своих стенах университеты по образованию только вот выпускников высших учебных заведений для того чтобы учить или переучивать для под те скажем так нужны организации которые на самом деле нужны сегодня на на рынке труда на самом деле такой университет созданный в компании семейный клуб мечта и за год из молодого неопытного специалиста вырастают очень талантливые опытные педагоги которые действительно востребованы и которых действительно выбирают родители важно родителям понять что от нашего осознанного выбора педагога наставника будет зависеть то каким именно вырастет наш ребенок какие-то обладать какими навыками и именно от выбора правильного педагога зависит его настоящее и будущее то есть мы говорим о том что мы смотрим не на статус школы не на средний балл за него не на количество компьютерных классов мы смотрим на педагогу прежде чем отдаем ребенка в образовательное учреждение безусловно это потому что именно педагог будет передавать свои ценностные ориентиры и неосознанно закладывать их ребенка ребенок их перенимать и использовать в своей жизни нам родителям важно осознать какую судьбу мы хотим выбирать для своего ребенка и именно от этого выбора мы будем выбирать дальнейшие инструменты и путь его развития выбирать педагогов выбирать учебные заведения школу детский садик институт и так до этапа взросления ребенка хорошо все таки к истории про осознанный выбор родителей в рамках существующих и потенциально возможных моделей образования то есть давай тогда сейчас рассмотрим то что у нас есть то что у нас было это к чему мы хотим прийти и поможем все-таки родителям вот в осознанном выборе той модели образования которая будет действительно направлена на воспитание личности ребенка продолжает жить действующая офлайн модель которая пришла нам к нам со времен советского союза с культурой стандартизации и подходов к обучению детей быть послушными едиными подходами ко всем ученикам в этой системе фокус на оценках переполненные классы программы которые спускаются государством и учитель имеет право работать только по государственным программам здесь ни о каком творчестве педагогическом речи идти естественно не может это вариант ничего не менять я оставить все как есть и он будет жить до того момента пока и он будет жить до того момента пока родители будут выбирать эту систему образования то есть по факту эта система образования модель образования когда мы полностью делегируем влияние на судьбу ребенка педагогу той школы листово садика куда мы прописаны и по сути здесь как такового осознанного выбора родителей ждать довольно сложно безусловно ни о каком осознанном выборе педагогов идти не может почему потому что достанется тот педагог который придет работать в эту школу своеобразная лотерея следующая модель это онлайн образование здесь организация учебного процесса полностью перекладывается на плечи родителей и именно в онлайн образование здесь тоже можно будет рассматривать несколько линий и подходов к обучению наших детей первый вариант это записанные видео уроки которые можно просмотреть в любой момент времени к этим лекция прикреплены задания в тестовой форме ребенок проходит и сразу же видит свою оценку потому что проверяет компьютер автоматически вторая линия это занятия с аватарами также будут занятия групповые живым учителем больших или малых группа и индивидуальные занятия живым учителя что начали большие или малые группы и сколько группа большая смотрите либо это будет группа которая будет 6 человек 5 человек это большая или маник это мало это мало либо это будет группа все весь класс да все 30 человек то есть здесь тоже будет зависеть от того как будет организован онлайн процесс и на самом-то деле вот уже мы можем четко говорить что когда появилась онлайн образование у нас у родителей появилась возможность сравнения и мы видим да что есть явный минус минус это то что организация учебного процесса ложится полностью на плечи родителей но и есть огромнейшие плюсы и их мы с вами раскрывали прошлом нашем видео я бы сказал что это минус это скорее родители почувствовали себя в роли более активного участника образовательного процесса и для многих родителей это стало неудобно не вовремя и живя опять таки в парадигме того что мы отдаем в школу у ребенка вы нам верните воспитанного умного образованного и красивого то в этой концепции они задаются вопросом а почему я собственно должен или должна организовать этот рабочий процесс если вся ответственность за воспитание образование ребенка лежит на педагоге то есть это вот просто и такой преломление парадигмы которые сейчас проходят ноги родить безусловно третий вариант начинают зарождаться и появляться живые школы где центре внимания стоит воспитание личности ребенка здесь фокус на дети и создание условий для того чтобы раскрыть таланты таланты ребенка которые заложены природой софт скилл обучение в таких школах проходит в малых группах почему потому что в группе до восьми человек я могу передать знания навыки умения от своего сердца к сердца к сердцам своих учеников если это количество будет превышать то мне это сделать уже будет невозможно педагоги таких школах являются наставниками тьютерами а родители уже осознанно выбирают педагогов чьи жизненные ориентиры будут наследовать их дети именно в таких школах подразумевает сотрудничество между родителями и между педагогами что благоприятно влияет на наших детей отлично и наверное еще добавлю о том что вот этим такие малые группы до восьми человек именно в таких группах возможно педагогу увидеть ростки тех талантов и того потенциала которые заложены в ребенке и помочь с развитием этих ростков я предлагаю последующих наших видео более детально раскрыть концепцию живой школы и какие условия необходимо создавать для того чтобы эти школы рождались развивались и жили во благо наших детей Виктор мы рассмотрели мы рассмотрели с тобой несколько образовательных линий для чего для того чтобы родители осознали что выбор всегда есть и нужно научиться его делать и делать его необходимо осознанно почему потому что именно от нашего осознанного выбора мы мог увидеть наших судьбу наших детей счастливой либо наоборот именно родителям необходимо взять ответственность за своих детей и понять чего они хотят для своих детей какую модель образования они выбирают начинать развивать ребенка с самого раннего возраста либо начинать обучать его с того момента когда мы вспоминаем что нам нужно идти в школу это выбор каждого родителя решать вам дорогие наши родители это ваш ребенок и помните что ответственность за судьбу своего ребенка несете именно вы спасибо большое оль отлично сказано и я думаю что у многих родителей сегодня произошел своего рода такой надлом парадигмы касательно образование наших детей но реальность такова и я абсолютно тебя поддерживаю в том что сегодня подход просто отдать в школу и ждать это неправильный подход однозначно ответственность за судьбу ребенка несут в первую очередь родители и здесь очень важно родителям найти того педагога человека который бы в тандеме с родителями положительно влиял на судьбу ребенка и способствовал развитию тех талантов и развитию того внутреннего потенциала который заложен в каждом ребенке предложение касательно раскрытия концепции живой школы принимаются мы будем обязательно раскрывать все элементы этой концепции наших следующих видео сегодня оль тебе огромное спасибо от меня как от человека который проводит интервью и отдельное спасибо как от родителя за твое видение за понятное изложение сложных вещей но очевидно что реальность такова и нам необходимо с ней работать поэтому еще раз тебе огромное спасибо спасибо для всех зрителей не забываем подписываться на канал нажимать колокольчик чтобы увидеть напоминание первым о том что вышло новое видео из цикла живая школа еще раз огромное спасибо Оля до новых встреч благодарю Виктор благодарим наши уважаемые зрители Lost Ark Следующие harvest след Western бизнес брат Л